Всем привет! Сегодня я расскажу вам о египетском отеле The Grand Resort, который находится в Хургаде. Мы проанализировали тысячи отзывов туристов об этом отеле, так что нам точно есть что вам рассказать. Поехали! В начале, как обычно, немного общей информации об отеле. Отель The Grand Resort имеет только 4 звезды. Расположен он всего в 10 минутах езды от международного аэропорта Хургады. Этот отель не оставит вас равнодушными. Особого внимания заслуживает архитектурный дизайн отеля, который очаровывает гостей с первого взгляда. Уникальный декор и роскошное удобство создают неповторимую атмосферу. А какое великолепное обслуживание отеля, персонал стремится сделать все возможное, чтобы вы получили максимальный комфорт. Гости также отмечают превосходное расположение отеля и удобные номера. Большой и элегантный главный бассейн – еще одно преимущество этого курорта. В отеле потрясающий пляж с пологим и песчаным входом. Также вас ожидает шведский стол и несколько ресторанов а-ля карт с марокканскими и азиатскими кухнями. В целом, у отеля The Grand Resort довольно много положительных отзывов, и он имеет неплохой рейтинг. Отдых в этом отеле проходит спокойно и расслабляюще. Рейтинг отеля составляет на гугле 4 балла, на букинге 8,5, а на трипедвизоре 4 балла ровно. Узнать стоимость проживания и забронировать номер в этом отеле вы можете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Друзья, а прямо сейчас я расскажу вам о всех плюсах и минусах этого отеля. Но перед тем, как начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Спасибо! Пляж The Grand Resort Hurgada оставляет у гостей незабываемые впечатления, благодаря своей широкой береговой линии, чистоте и комфортным условиям. Единственный маленький недостаток – это то, что к пляжу от отеля нужно немного пройтись через дорогу. Многие посетители отмечают, что пляж является главной достопримечательностью этого комплекса. На пляже всегда достаточно лежаков и зонтиков, что позволяет избежать борьбы за место даже в пик сезона. Песчаное побережье прекрасно подходит для прогулок и для маленьких детей. На пляже нет кораллов и вход в море безопасен, но все-таки в воде есть мелкие камешки, поэтому советую заходить в море в обуви. На пляже есть водные горки, именно возле них заход в море наиболее безопасный. Еще один небольшой недостаток – это то, что на пляже нет бесплатного бара, поэтому если вам захочется чего-то поесть или выпить, вам придется возвращаться в отель. Один бар есть, но он, к сожалению, платный. Как я уже упомянул ранее, отель имеет очень хорошее расположение, близкое к международному аэропорту Хургады. Ближайший супермаркет находится в километре от отеля. Территория The Grand Resort Хургада очень красивая и ухоженная. Много зелени, пальм, экзотических цветов. Туристов особенно привлекает дизайн главного корпуса и других зданий отеля. На территории отеля есть потрясающие бассейны, такие же чистые и ухоженные, как и сам отель. Особенно красивый вид на отель ночью, когда пальма и территория отеля подсвечиваются. Однако, несмотря на эти достоинства, есть и недостатки. Например, гости жалуются, что за многие услуги приходится платить дополнительно. Wi-Fi в отеле очень слабый и только на ресепшене. Если вы хотите иметь интернет на своем устройстве, то приходится платить 5 евро в день. Поэтому рекомендую купить сим-карту с интернетом в аэропорту или в магазинах при отеле. Тренажерный зал находится в соседнем отеле и за него также приходится платить 3 евро в час. Как-то не очень привлекательно. Гости в отеле в основном немцы, соответственно персонал говорит в основном на немецком языке. Считаю это также небольшим недостатком. Что ж, давайте поговорим о питании в отеле The Grand Resort Hurgada. К сожалению, мы нашли множество отрицательных отзывов. Шведский стол в отеле очень скудный. Нет фруктов, только яблоки и апельсины. Если повезет, то будет немного дыни. Свежевыжатые соки предлагают только за дополнительную плату. Восточных сладостей почти нет, одни бисквиты. И вообще ассортимент сладостей выглядит пестро и богато, но на самом деле очень невкусно. Напитки низкого качества. Также нет никаких предложений для вегетарианцев. Утром и в обед салаты одинаковые, нет разнообразия блюд. Кроме всего прочего, посуда в ресторанах со сколами. На кофемашину огромная очередь, так что получить кофе на завтрак практически невозможно, так как либо много людей, либо нет чашек. Место для обеда найти очень сложно. И даже если вы найдете место, вы долго будете ждать столовые приборы, так как витрины со столовыми приборами просто нет. И самое неприятное, это то, что некоторые столовые приборы грязные. В общем, питание в этом отеле не заслуживает даже 4 звезд. Друзья, если вы уже отдыхали в этом отеле, напишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в отеле. Особенно, что касается питания. Загранд Резорт Хургада предлагает разнообразные категории номеров, обеспечивая комфортное пребывание для каждого гостя. В отеле всего 828 номеров, среди которых представлены стандартные номера, номера делюкс, полулюксы и семейные люксы. Каждый номер оформлен в элегантном стиле, сочетающий им современные удобства и утонченный декор. Номера в этом отеле достаточно просторные и чистые. Однако и здесь имеются недостатки. Например, уборка в принципе неплохая, но постельное белье не меняется в течение 10 дней. Сантехника в ванной старая и номер в целом нуждается в ремонте. Нет розетки возле кровати, как это обычно бывает в других отелях. В корпусах отеля старые лифты, в которых страшно ездить. Такое чувство, что вот-вот они и сломаются. Также в отеле иногда отключают электричество и воду, так что будьте готовы даже к таким сюрпризам. Однако есть и положительные стороны. Это удобные кровати и большие балконы. Правда, есть такие номера, в которых балкона вообще нет. Персонал отеля The Grand Resort Hurgada получает множество положительных отзывов от гостей, что делает пребывание особенно приятным. Одним из главных достоинств отеля, по мнению посетителей, является внимание и забота со стороны сотрудников. Гости часто отмечают, что персонал всегда готов помочь и стремится всегда сделать все возможное для обеспечения комфорта отдыхающих. Однако, несмотря на многочисленные положительные отзывы, встречаются и критические замечания. Некоторые гости жаловались на проблемы при заселении или неправильное понимание их запросов. В отдельных случаях отмечались задержки в обслуживании или проблемы, связанные с языковым барьером. Тем не менее, большинство таких ситуаций решалось благодаря усилиям менеджеров и других сотрудников, которые стремятся исправить любые недостатки. Анимация в отеле как бы есть, но она не особо поднимает настроение отдыхающим. Ни о каких вечерних шоу говорить не приходится, так как развлечения практически незаметны. Отдых в отеле спокойный и расслабленный. Никакой шум или дискотека вам не помешают. Если вас это устраивает, то добро пожаловать в отель. Для детей в отеле практически нет никаких развлечений. Единственное, чем можно заниматься маленьким детям в отеле, это поплавать в море и поиграть в песке. Море для детей здесь подходящее. Никаких отзывов о великолепной детской анимации не было найдено. Честно говоря, я сомневаюсь, что здесь вообще есть детский клуб. Правда, есть детский бассейн и водные горки, но водные горки скорее подходят взрослым, чем детям. Самое большое преимущество отеля The Grand Resort Хургада это, безусловно, потрясающий пляж и великолепное море. Также есть красочная и ухоженная территория. И еще одно неоспоримое преимущество – это цена. Отель считается бюджетным, и если вы не готовы покупать дорогой тур, а хочется отдохнуть в Египте, то это очень даже подходящий вариант. Я не могу сказать, что это лучшая четверка в Хургаде, потому как есть чем сравнивать, но можете рассмотреть и этот отель тоже. Друзья, окончательный выбор, напоминаю, всегда остается только за вами, и только вам решать, стоит ли лететь на отдых в этот отель или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других мировых отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые обзоры. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новом отеле!